всем привет одеваю перчаточки ждем пока еще присоединятся люди я пока представлюсь кто со мной еще не знаком меня зовут юлия бабушкина я инструктор по маникюру и моделированию ногтей и творческий партнер компании эми и сегодня у нас с вами будет моделирование подскажите пожалуйста кто уже присоединился хорошо ли меня видно слышно дайте какой-нибудь знак отлично плюсики значит я расцениваю это как хорошо слышно видно все супер здравствуйте отлично так у нас сегодня будет с вами моделирование на такую легкую летнюю тему уже солнышко тепло морские отпуска начались да и хочется какого-то очень легкого нежного дизайна я сегодня с вами буду экспериментировать еще не делала такой дизайн хочется что-то в голубых оттенках блестящее цвета неба цвета моря и возьму я конечно свой любимый soft milky white этот гель подходит для моделирования подходит для коррекции он нежно такого молочного чистого оттенка я его очень люблю потому что я его отдельно использую и использую в цветных растяжках гелями очень красивые переходы получается и также я его подмешиваю с какими-то другими гелями вот сегодня мы с вами будем использовать дайси гель я выбрала вот такой вот оттенок я бы сказала оттенок джинсы не знаю передает не передает такой синий достаточно плотный посмотрим как он будет сегодня ложится с вами в отличие от мелки white вот этот гель он такой достаточно эластичный здравствуйте вот он достаточно эластичный поэтому ну прям моделировать на формах я бы не советовала им а вот сверху делать укрепление или моделировать архитектуру уже на подложку например вот тем же soft milky white можно будет очень хорошо держаться вот будет очень красивый эффект мы посмотрим мы его либо в чистом виде сегодня будем использовать либо мы подмешаем его в soft milky white и еще я выбрала сегодня вот такие вот блестки капля росы это новые гель краски это блестки достаточно такие яркие красивые они разнокалиберные поближе потом еще покажу кто-то уже знаком кто-то еще нет мы будем знакомиться если нам будет темновато я уже подготовилась то что повторюсь я не делала еще этот дизайн вот мы возьмем еще вот из коллекции биртов пассаж вот такая вот коллекция яркая и здесь есть вот прям очень полюбились мне вот оттенок 471 это блестки они очень нежные вот сейчас они у меня идут просто везде если нам капли росы окажется слишком интенсивной мы возьмем и разбавим как раз вот этими блестками вот наращивать будем сегодня с вами моделировать на нижних формах это любимый вид моего моделирования потому что я считаю что он универсальный на самом деле много у нас есть способов нарастить верхние формы нижние формы типсы гелевые вот но все это не является универсальным способом кроме нижних форм классика она никуда не денется никогда почему я так топлю за классику потому что у нас есть один с вами рулон которым мы можем смоделировать все что угодно какой угодно длины и формы вот всего лишь нужно уметь их правильно подставить правильно подрезать это несложно всему мы учимся как и на верхние формы все равно нужно учиться чтобы чистая отпечатка была также и на нижние формы нужно просто научиться их подставить вот и нам не требуется подбирать много 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 коробочек которые будут под разные виды пальчиков вот мы всего лишь на все одним рулочкам с вами обойдемся только очень экономично я так думаю вот ну что же начнем я уже подготовила пальчик буду на нем сегодня делать на себе вот как всегда в общем переворачиваю камеру и приступим с вами поговорим про подготовку как обычно так сейчас я свет немножечко настрою чтобы вам было хорошо все видно я думаю вот так должно быть хорошо видно скажите пожалуйста хорошо вам видно добрый день галина так ну отлично маникюрчик у меня немножко уже потрепанный потому что я только что сняла чистое свое новое покрытие чтобы показать сегодня вам моделирование вот так ну что же нам с вами обязательно для моделирования гелем понадобится подготовительные жидкости вот так чтобы было видно вот это дегидратор это ультрабонд и база ну про базу чуть позже расскажу дегидратор и ультрабонд зачем нам нужен дегидратор дегидратор это не только обезжиривание ногтевой пластины это также средство которое помогает нам избавиться от излишки влаги под кутикулой например излишки каких-то косметических средств под кутикулой просто обезжиривание нам сложновато достать из-под кутикулы все что там клиент нам принес и плюс маникюр может идти намного легче если мы перед маникюром дегидрируем ногтевую пластину так тоже можно я так делаю вот чтобы фреза не забивалась ну кто-то использует пудру кто-то вот дегидратором как я вот так дегидратор он у нас у меня ногтевая пластина уже абсолютно чистая поэтому мы прям сразу с вами начинаем дегидратор он на воздухе испаряется буквально за секунды мы наносим на всю ногтевую пластину если у нас гипергидрозная ногтевая пластина можно потом еще раз ну допустим если перед маникюром вы прошлись до сделали маникюр и потом обезжирили ногтевую пластину при гипергидрозной ногтевой пластины еще раз можно в зоне кутикулы пройтись дегидратором дальше у нас идет ультрабонд ультрабонд это двухсторонний скотч для нашей ногтевой пластины он у нас бескислотный смотрите момент ультрабонд желательно чтобы он оставался очень чистый бутылочку обязательно всю вытирайте потому что присутствует липкость вот я сегодня кстати уже вытирала перед эфиром но все равно немножечко уже налипло мне здесь от крышечки горлышко должно быть идеально чистое на воздухе сильно долго не держите открытым и старайтесь не пользоваться ультрабондом свеженькие купили и не пользуемся на дизайны только на ноготочки на дизайны используем уже ну когда он к концу у нас там подходит да он уже более густой становится более клейкий вот такой ультрабонд нам не подходит я кстати у меня есть ультрабонд старый для дизайна я сейчас вам разницу покажу чтобы это было наглядно я сегодня без микрофона потому что у меня очень в кабинете тихо хорошо должно быть слышно но если я отворачиваюсь к тумбочке возможно на секундочку будет меня слышно плохо сейчас я поищу ультрабонд вот старый ультрабонд смотрите сейчас маленькое отступление я прям на всех курсах на своих тоже топлю за это чтобы потом не было моментов с отслойками старый ультрабонд сейчас на перчатке покажу вот я его провела смотрите какой он жирный рядышком так отставлю сразу чтобы не перепутать рядышком я сразу сейчас вытаскиваем об горлышко вытерли полусухая кисть не давим на кисть проводим рядом видите разницу вот этот второй свежий он будет хорошо держать наше покрытие а вот этот старенький он пойдет нам для дизайна в липкость где нам нужно создать да но для ногтей не пойдет такая разница новым работать супер надо вовремя менять да совершенно верно галина у меня очень многие ученики пишут просто у меня отслойки там я говорю чем пользовались они мне начинают рассказывать игры сфотографируйте мне пожалуйста на перчатке ваш ультрабонд вот первое что может быть что дает отслойки от кутикулы и по боковым линиям да это старый ультрабонд но он нам обязательно нужен чистый свежий хороший если мы пользуемся чисто гелевой системой что такое чисто гелевая система это когда у нас база тоже гелевая супер бонд гель это гелевая база предназначена для гелевой системы под гель-лак и и уложить нельзя но она тоже эластичная но нерастворимая вот хорошо дает сцепку она считается из всех баз низкокислотной потому что гелевая в принципе гели да не отличаются по кислотности поэтому я очень часто пользуюсь именно гелевой базой так ультрабонд давайте нанесем так ультрабонд смотрите я наношу как бы заборчиком легкие движения в одну сторону и в другую сторону если видите у меня кисть не расползается на две половинки часто говорят ой они такие неудобные удобные если на них не давить а нам и не нужно давить нам не нужно ультрабонд красить как лаком нам нужно легкие легкие движения делать и тогда все хорошо у нас и на ногте нет жирного слоя и у нас не заходит один слой на другой то есть в террасе там ничего не нужно все вот этот слой который нам нужен дальше берем уже гелевую базу смотрите если у вас у ногти опять же гипергидрозные можно взять базу гель-лак например базгель вот в редких случаях можно взять медиум но лучше все-таки базгель она очень тонко ложится очень тоже хорошая сцепка у нее вот просто если берем медиум медиум она каучуковая база на да эластичная на очень мягкие ногти классно стоит но у нее у каучуковых баз есть такая особенность когда они быстро на ногтевой пластине устаревают они быстрее впитываются ногтевой пластины этот природный выпад и ну как бы не очень потом хорошо стоят поэтому вообще если говорить по правилам да у нас гель-лаки и база гель-лаки они не должны в долгу носиться долго корректироваться не должны вот потому что они вот из-за своих пористой структуры они имеют способность саморазрушаться через какое-то время поэтому изначально когда у нас придумали гель-лаки вообще да первый раз их выпустили это было легко съемная растворимая система вот это потом мы уже стали их корректировать но не во всех случаях это получается так супер бонд гелевая база она отлично у нас стоит на нормальных и сухих ногтях на гипергидрозных можно поставить базу от гель-лака еще момент понятное дело что мы все хотим безопасное покрытие для своих клиентов да и когда у нас очень толстый объем гель-лака клиент пришел так сушу сейчас пока сушу с вами буду болтать вот когда у нас клиент пришел с гель-лаковым покрытием очень толстым да мы видим ногтевая пластина скрутилась не очень хорошо ей уже можно сказать предаллергическое состояние нам нужно срочно уводить клиента на гелевую систему но дело в том что мы не можем сразу с большого объема гель-лака перевести на чистую гелевую систему с базой геля почему потому что ноготь просто привык к большому количеству кислоты и он не будет держать вот во избежание таких моментов лучше под гель после гель-лака сразу под гель положить тонкий слой базы гель-лак то есть оставить какое-то количество кислоты надо и потом уже потихонечку его скажем так снижать так смотрите берем с вами формочку если она очень сильно липнет к ручкам я использую обычный антибактериальный спрей на перчатке брызгаю и быстренько начинаю работать чтобы они не сильно липли вот но сейчас пока что не надо есть что мне в процессе я тогда сделаю это что нам нужно сделать нам нужно первое это когда мы снимаем форму мы разрываем по перфорации обязательно прокатываем ее по поперечному изгибу и слегка серединку в конце по линии ровно поджимаем не сжимаем а просто поджимаем подламываем слегка чтобы нам легко форма задавала форму трубочки наш шаблончик формы трубочки именно трубочкой мы будем подносить к ногтевой пластине это очень важно это важное условие для того чтобы у нас форма хорошо встала под ноготь плотно дальше нам нужно сделать так чтобы она подходила наш вырез формы подходил от вырез гипонихия но и господи вырез заговорилась уже форму гипонихия да изгиб гипонихия вот правильно вот так сказать сейчас если я поставлю ну в принципе она подходит чуть-чуть мне валики мешают поэтому валики я вырежу сейчас как нам вырезать валики смотрите у нас есть условный в рост ногтя да желательно чтобы у нас еще и форма дотянулась до в роста то есть вглубь чуть 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 я ее капельку подрежу и от в роста по диагональке вот здесь даже у нас есть обозначение вот такое вот да ушка вот мы здесь у меня прям хорошо практически подходит я по этому ушку и вырежу вот и тогда у меня хорошо встанет форма и не будет мешать сильно глубоко вырезать не нужно иначе у нас вот здесь вот получится большая дырка которая не даст нам согнуть форму красиво она будет топорщиться но и чуть-чуть маленький надрез нам тоже нельзя сделать потому что не будет смысла просто не даст согнуть настолько насколько нам нужно поэтому давайте еще раз я повнимательнее сейчас померяю так у меня будет квадратик поэтому я сразу слегка при примерке чуть-чуть вверх формочку так вздерну чтобы арка красивая получилась и чтобы крепкий ноготь был зона стресса тоже будет при этом хорошо прикреплена укреплена так даже не по линии смотрите линия у меня немножечко заходит за черную да а мне вот под по черной нужно начать и уйти в ушко чуть-чуть даже вот так вот будет так хорошо берем ножнички аккуратненько по диагональке и ухожу в ушко вырезаю одно ушко ничего страшного если там с первого раза чуть-чуть не дорежете померите еще раз дорежете это такой момент не всегда получается прям четко с первого раза приловчиться ногти бывают разные бывает что у нас в рост и на разном уровне например тоже там есть свои нюансы в подрезание форма так и вглубь я еще немножечко хочу самую малость сильно много не надо у меня изгиб гиппонихия не вытянутый мне просто нужно чтобы в рост и чуть-чуть выше ушли так теперь беру трубочку подставляю трубочкой сначала завожу уголки и потом продеваю и вот смотрите трубочка она очень хорошо четко встала под свободный край если заносить ее прямо часто ученики делают такую ошибку они прям прямо пытаются вот занести а потом ее как-то согнуть и получается там такой переход ступенька дырочка туда заливается гель и соответственно получается во первых с внутренней стороны не получается арки красивой так ровно следим чтобы у нас по серединочке линия была черненькая до посередине ноготочка и теперь аккуратненько пытаемся все это соединить на клиенте это чуть-чуть попроще получается но на себе тоже возможно я вообще всегда говорю что пробуйте сначала на себе если вы на себе сделаете хорошо на клиенте сделаете круто все четко смотрите чтобы у нас прям очень очень ровненько было все соединено ну и здесь конечно у меня уже все ушло я сейчас поправлю подушечки мои все все вроде встала назад форма у меня стоит сейчас прямо мне ее нужно чуть вздернуть ушки отсоединяю аккуратно чуть-чуть сдергиваю форму насколько мне нужно вот так для арочки красиво подойдет если мы с вами салонный квадрат делаем то у нас носик должен быть на одном уровне с апексом клиента если мы делаем арки то там конечно носик задирается сильнее так сейчас я проверяю все ли у меня здесь ровно хорошо не ушла ли у меня форма куда-нибудь а не убежала ли она так ну вроде все все хорошо все носик сильно не сжимаем здесь у нас красивая капелька должна быть иначе у нас будет ну такой как бы сильно узкий квадрат так берем мелкий лайт на кисточку я здесь возьму вот такой вот лепесточек если что могу еще помогать себе тоненькой кладу капельку я прям хорошо завожу на ноготочек капельку распределяю сначала по периметру в уголочки не лезу пока и сейчас секунду кисточку у меня разъединилась и ведусь и сейчас другую возьму чтоб мне попроще было вот так мы все видно и веду сейчас в длину я буду до троечки делать это уже с подпилом и только теперь я буду закрывать боковые линии очень хорошо сейчас я еще вот здесь вот немножечко отодвину валик свой очень хорошо заходим во врост вот так чтобы вам видно было и возвращаемся назад на валов здесь материала не должно быть слегка опускаюсь вниз и доделываю квадратик вот так и с этой стороны делаю то же самое пока я там делаю мне тут уже немножко сейчас попробую так ухожу сюда ну если на валики немножко попадает ничего страшного гель очень хорошо отсоединяется от кожи мы это потом просто опилим потому что валики у меня прямо здесь не ну немножечко прикрывают ногтевую пластину сложновато моделировать так сейчас я прихвачу быстренько и еще разочек потом пройдусь потому что сейчас я сделал очень тонкий слой гель жидковат и он течет вот поэтому у меня получается там немножечко такой провальчик этот провальчик сразу мы сейчас заделаем этим же гелем можно в принципе форму снять можно оставить и прежде чем снимать форму если вы будете еще доделывать этим гелем обязательно проверяем в росты чтобы там точно везде у нас все было хорошо и только после этого снимаем форму сейчас отсоединяем аккуратненько гель с одной стороны с другой стороны теперь ушки сжимаем вниз и на себя все и вот он мой моя неровность мой провальчик вот здесь да мне нужно чтобы здесь было все хорошо и ровно я возьму еще раз продублируем плюс тонко очень мне надо поплотнее да еще раз дублируем мелкий white захожу уже прям ну побольше на серединочку ногтевой пластины да ушла из фокуса сильно много материала не нужно но заполняем боковые линии тоже так подтекает немножечко у меня опять на валик ямочку подделаю чтобы все было более-менее ровненько уголочек уголочек если что можно немножко перевернуть и дать ему чуть-чуть сцентроваться повторюсь на клиенте это будет поудобнее побыстрее потому что там как бы вам в принципе удобнее работать и конвейером сушим на этом этапе если нужно можно поджать немножечко если валики широкие были да они нам иногда мешают и получается чуть-чуть широковато поэтому я поджимают вот такими вот обратными щипцами где-то на 20 секунде вот таким образом и даю гелю остыть это важно когда он остывает он принимает ту форму которую мы от него просим сильно не пережимаем поэтому я прям контролирую держу смотрите сейчас у нас с вами будет промежуточный опил вот сейчас я досушу гель и мы с вами обезжирим его и будет частичный опил мне нужно сделать на готовность практически потом мы положим с вами блестки посмотрим в чистом виде или смешаем дайси гель и может быть даже успеем сделать дизайн я здесь подготовила шарми кончики вот хочу в какой-то такой небесной тематике поэтому я хочу птичек вот есть золотистые птички мне очень нравится и мне вот вообще нравится вот это вот где птички и надпись но надпись черная мне кажется слишком будет темновато поэтому мы надпись возьмем отсюда здесь красивые очень надписи а птичек возьмем оттуда так досушили теперь обезжириваем обезжириваю я евроклинсером и слегка попилим торец сразу боковая линия и убираем вот этот натек и а и и и и и и и и и Так, и по поверхности я тоже пройдусь, чтобы было ровненько. А пиво у меня по форме, сейчас, как вот там, гранюного стакана. Я так пилю, пилю полосочками, мне удобно, не теряюсь, где я попилила, где нет. Так, боковые. Сразу грани тоже скругляю, я очень быстро уже пилю по этой схеме. Если ученикам даю эту схему, то, конечно, они очень долго к ней привыкают, но я считаю, что это тоже такая универсальная схема пила. Она дает возможность четко видеть архитектуру, и потом можно пилить как угодно, в каком угодно порядке. Но вы уже привыкли, что вы пилите идеально ровненько, и уже не страшно испортить архитектуру. Точно уже не потеряйтесь. Так, еще разочек, свободный край. Вот здесь мне еще хочется немного. Теперь поднимаю нижние параллели. Так, нижняя параллель у нас должна быть параллельно боковой оси пальца. Еще немножко можно поднять. Ой, разогнулась я пилкой. Так, ну, я думаю, вот достаточно. Теперь у нас линия свободного края четко является продолжением. Сейчас покажу. Вот. Нашей боковой оси пальчика. И ложа, линии ложа. Так. И с этой стороны делаю то же самое. Так. Подправляю углы, чтобы они не торчали. Остальное шлифую бафиком. Так, отлично. Еще разочек обезжириваем. Теперь берем каплю росы. И раскладываем у кутикулы. Я немного буду брать. Я уже вижу, что она достаточно-таки яркая. Поэтому я оставлю там место еще для блесток других. Которые понижнее. Здесь нужно немножечко повозиться. Потому что блестки в геле желательно, чтобы прям распределить очень-очень ровненько. Чтобы не было лишней толщины. Поэтому я прям подсобираю прозрачность, где она есть. И убираю ее. И теперь еще раз распределяю. Так. Еще хочется положить вот сюда блесток. Вот эта толстенькая. Сейчас мы вот так вот с вами на крышечку положим. И я отсюда уже вытяну то, что мне нужно. Без лишнего объема. Да, не так легко это оказалось. Вот так. Блесточку вот сюда. Ну, так. Достаточно, я думаю, с голубым. Потому что у нас будет сейчас еще другие блесточки. Сушу. Прихватываю буквально несколько секунд. Так. И беру теперь капля, если нам больше не нужна. Беру теперь 471. из коллекции Виртов Пассаж. Все. Они тоже здесь разнокалиберные. Я прям поверх сейчас их распределю. распределяются очень тоненько. Вот за что мне они нравятся. То, что получается очень тоненько. И прям вот подрастяну их к низу. Если даже будут просвечивать там, нам все равно получится красиво. Вот, посмотрите, как уже все сияет, все блестит. Так, сушим. Посушили немножечко, подхватили это все дело. И теперь будем с вами сейчас уже голубой оттенок смотреть. Либо в чистом виде, либо мы его подмешаем к белому. Так, сейчас вытираю, потому что напылило немножко, приопилим. Так. Мне кажется, что он достаточно плотный будет. Ну, давайте попробуем сейчас. Я вот еще пока не работала. Не знаю. У меня в основном розовый, фиолетовый очень хорошо идет, голубой пока вот с вами экспериментирую. Да, в принципе, нет. В принципе, хорошо. Сначала мокрый пол. Я даже немножечко не захожу, да, не дохожу до кутикулы, не захожу так высоко. И по всему ноготочку мокрый пол прокрашу. Мокрый пол, он нужен нам обязательно для того, чтобы очень хорошо распределялась капля геля и самовыравнивалась. Берем теперь каплю побольше и легкими, не давящими движениями распределяем туда-сюда, туда-сюда. Возвращаем каплю на середину и в обратном направлении идем. Теперь стараемся, чтобы у нас посередине именно был излишек геля, а остальное все подтягиваем. Если сложно вот так подтягивать, возьмем кисточку тонкую линярку и сначала от синусов обязательно в бачка подтянем, потому что туда натекает быстрее всего. и потом только уже серединку. Мне немножко не хватает. Я сейчас еще возьму капельку небольшую. Маловато было, я побоялась, что будет много, но наоборот маловато. Влилась капелька и мы теперь еще разочек так делаем. Ой, что-то мне там упало. Перевернем, даем ему сцентроваться немножечко. Здесь тоже может быть небольшой легкий-легкий опил. Чисто вот по параллелям я все-таки пилю в любом случае, даже если практически на готовность выкладываю, потому что мне хочется параллели, чтобы были потоньше, почетче. И свободный край. Это не займет много времени, но это позволит нам как раз вот сделать архитектуру более точеной. В принципе, вот она на готовность мы уже выложили. Очень такой мягкий переход получается. Белого мне, правда, маловато чуть-чуть. Я думала, будет поярче. Ну, так тоже красиво. Сейчас еще сцентрую, чтобы под камеру не очень хорошо видно. Крышечку вот так. Боковые обязательно. Все. Я быстренько сушу все это дело. Повторюсь, вот этот гель голубой немножечко у меня стерлась. Я очень усердно чистила баночки Soft Dice гель. Он из коллекции цветных гелей. Еще в коллекции у нас есть нежно-розовый. Сейчас я вам покажу, пока сушится. Soft Rose. Есть так, здесь еще включим. Есть Soft Clivia. Сейчас тоже вам открою баночки, покажу. Летние красивые очень цвета и Soft Iris. Это вот цветные наши гели. они все легко выравниваются, достаточно такой средней эластичности. Я не советую на них наращивать чисто ими. А вот в сочетании с прозрачным гелем, например, или Soft Milky White очень хорошо красиво получается. Вот красивые растяжки гелевые получаются. Так, ну вот голубенькие мы с вами в деле сейчас посмотрели. покажу вам сейчас еще вот такой сиреневый красивый. Вот такой классный яркий летний цвет. Это Soft Clear и мой любимый Soft Rose. Очень нежный красивый розовый цвет. Этими гелями я работаю именно в технике совмещения, например, с Soft Milk White. Вот, можно с Soft Milk, он тоже молочный, но слегка с розовым подтоном таким, да, вот, либо с прозрачкой тоже можно. Так, ну что, посушили. теперь мы с вами это обезжириваем и, как я говорила, немножечко, чуть-чуть я сейчас по бокам пройдусь, чисто по параллелькам. Подровняю их, это недолго, но зато даст нам более точенную архитектуру. свободный край еще немножечко подхвачу и немножечко торец для ровности. Ну, такой опил частично у нас занимает меньше минуты. мне хочется чуть побольше на кончике белого, поэтому я вот чуть подспилю наш голубой. И все, теперь шлифуем. Обязательно шлифуем гель, потому что у нас присоединение в гелевой системе идет за счет липкости или за счет зашлифованной поверхности. Поэтому если мы ноготь с вами обезжирили, то нам нужно его обязательно зашлифовать. Все. Можно теперь приступать к дизайну. Я люблю быстрый дизайн. Это либо просто наклейки, вот, либо сейчас покажу тоже интересный быстрый дизайн. Нам для этого быстрого дизайна понадобится штампик. Нет, это будет не то, что вы подумали. Так, и нам понадобится от формы бумажечка. если есть какие-то вопросы по моделированию, задавайте, я обязательно все прочитаю и отвечу. Если не в эфире, то после эфира тоже обязательно вам в комментариях всем отвечу. Так, что мне понадобится? Мне нужен Teclas. Небольшая капелька. Мне понадобится альпийский снег. Можно и гель-лак взять, без разницы, но у меня под рукой вот есть гелевая краска. Я это все сейчас смешаю. до такой жидкой консистенции. И тонкий слой, такая непроизвольная штука. И жду пока немножечко распределиться. Видите, она как подсобирается. Вот мне нужен вот этот эффект. Даже вот здесь я немножечко сейчас подсоберу. Вот так. Вот эти крапушки мне нужны очень. Можно немножко сузить квадрат. Смотрите, в принципе, ну, квадрат это такое дело. Кто-то любит четкий квадрат, как я, кто-то любит зауженный. Вот. На просторах нельзя грамма. Там есть квадрат вообще лопатками, да, кто как любит. Поэтому да, можно еще его было сузить. смотрите, я сейчас переношу это все на штампик и переношу на ноготочек. Оп. Вот такие вот крапушки у меня получились. Подсушиваю. Квадрат это, да, много споров по этому поводу, но я считаю, что зауженный имеет место быть. Чем длиннее, тем зауженнее он будет более изящно смотреться. Вот. Чем короче, тем более прямые параллели делаем. Но на вкус и цвет, скажем так, товарищей много. Поэтому выбирайте, как вам больше нравится. Я добавлю еще 473-й. Добрый день. Так, мы уже, кто только что присоединился, мы уже смоделировали с вами квадрат с блесточками, с плавной растяжечкой. Здесь у нас кончик молочный и вверху у нас Soft Dice гель голубой. Вот, сейчас делаем дизайн. Тоже нужно будет смешать с Teclas, потому что гель-лаки плотные, они так не распределяются, как мне нужно. Такие крапушки не получаются. Угу. Так. Ну, теперь слишком быстро. Слишком быстро. Угу. Так, переношу наш тампик и сюда же. Ну, его практически не видно. Я хотела поярче, чтобы было, гель-лаки. не сильно видно. Пусть будет так. Сушу. Так, над плотностью надо будет поработать. Я повторюсь, у меня эксперимент. Я такой дизайн еще не делала, не работала, сегель. Вот, поэтому делаем прямо с вами в прямом эфире, что у нас получается. Вот, и будем смотреть. Так, смотрите, дальше, дальше у нас идут шермиконы, наши любимые. Это самый быстрый вид дизайна для меня. Это стикеры, которые на клейкой основе уже, и клеятся они на обезжиренную поверхность, либо на глянец. Сейчас посмотрим. Глянец может быть любой топ безлипкости. У меня будет теклос, потому что он очень тонко ложится. Я его использую как раз как промежуточный. Посерединочке я весь ноготь не буду красить. Мне только посерединочке нужно тонкий-тонкий слой. Все. Сушу. Сушу 30 секунд. Надо, чтобы теклос хорошо просох. Тогда у нас наклейки будут очень хорошо к нему липнуть, прям магнититься, и они уже точно никуда не денутся. Если топ не досушили, прихватили 2-3 секунды, то наклейка, наш стикер, наш ремикон, будет по ней как ерзать. И в таком случае не очень хорошо прикрепится, и может быть неприятность, когда клиент принесет вам по этому поводу рекламацию, что дизайн у него куда-то наклейку. мне здесь нравятся надписи, а здесь мне нравятся вот эти птички золотые. Я думаю, что здесь можно было бы конечно и просто вот так надпись прикрепить, но мне черный здесь не очень нравится, потому что грубовато смотрится. Поэтому мы отсюда сейчас возьмем наклейку. Я хочу белую надпись, чисто белую надпись, беру ее вот таким образом и прям посерединочке ноготочка так посерединочке ноготочка приклеиваем оп отлично прижимаю Главное хорошо прижать все и она никуда уже не денется. Может конечно даже слишком тонкая. У нас с вами эксперимент. Если идея маникюра вам зашла, вы можете что-то сделать по-своему, взять за основу этот дизайн и проэкспериментировать как-то немножечко по-другому. Смотрите, вот эти птички я разрежу сейчас на две части. Так. И они будут у нас с двух сторон. Эти птички у нас полетят вверх вот здесь. очень сильно прикрепилась к моему пинцету. Так. Здравствуйте. Птички здесь летят у нас вверх к блесткам. так. А вот эти птички у нас будут внизу. Вот так сделаем. все. Отлично. Такой получился у нас легкий небесный дизайн с птичками, с легкой надписью и такие типа облачка. Очень хорошо прижимаем, приглаживаем. Если вы хорошо выгладили, то в принципе нам можно взять топ прайм. Он как раз очень хорош для дизайнов. Вот. Хорошо перекрывает. и можно дополнительно именно вот шермиконы, которые на Teclas приклеены, они прям примагничены хорошо, да, и мы их выглажили, выгладили. Вот. Мы просто прайм топом сейчас перекроем и будет все отлично держаться. Так. и легкие движения. Ой, секунду, у меня здесь что-то попало. Угу. Угу. Все. сушим. Так. Чем мы сегодня с вами моделировали? У нас было моделирование Soft Milk White. Это молочный чистый оттенок. Мы делали на нижних формах наращивание им. Так. Дальше. Дальше у нас капля росы. Вот такие блестки в геле. плюс 471-й. Это были блестки из коллекции Биртов Пассаж. Очень красивые, деликатные. Вообще к любому цвету подходят. Дальше. Сверху мы архитектуру смоделировали тасси гель голубой. Вот такой попробовали. Я вместе с вами попробовала. И сделали быстрый легкий дизайн. Вот такой ноготочек получился. Очень мне не нравится моя кутикула. Некрасиво выглядит, поэтому я сейчас быстренько маслечком сухим все это обработаю. масло у меня вот такое Dry Oil зелененькое Cruise. Ой, вот. Оно сухое, очень быстро впитывается и не оставляет следов. Так. Вот так, смотрите, уже практически впиталось. Вот такой дизайн. Пишите в комментариях, как вам такой дизайн. Повторюсь, это был эксперимент. Чисто с вами я попробовала этот гель голубой, как он будет ложиться, быстрый дизайн, все, можно сказать, импровизация. Вот. И если есть вопросы, задавайте в комментариях, обязательно вам ответим. Всем спасибо большое, что были сегодня с нами. Спасибо за вашу активность. Увидимся на следующих прямых эфирах. Спасибо. Спасибо. Спасибо.